Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. На данный момент готово вот такое количество деталей. Сегодня мы займемся изготовлением системы питания. Практически полностью вся масса уже известна. Не хватает только наружного корпуса и сопло-спускателем. Можно даже замерить, сколько все это весит. Аккуратно складываем. Целый пакет получился. Есть у меня такие вот маленькие весы. Подарок от подписчика. Сейчас мы ими взвесим. Получается 1600 грамм. Думаю, в 2 килограмма можно уложиться. Для того, чтобы делать систему питания и подачи масла, у меня есть такой вот небольшой набор медных трубочек. Ну а также я еще затарился вот такими вот вещами. Они мне нужны для того, чтобы забрать отсюда нержавеющую иголку. Такие иголки должны подойти. Хотя в принципе можно сделать и из капиллярных трубок. Посмотрим, может сделаю в двух вариантах. Очистил и выровнял часть трубок, которые мне понадобятся. Теперь делаю вот что. Есть иглы добыты. Нужно их почистить маленько. Какие их размеры? Диаметр 0,7 наружный. Внутренний. Так сразу и не скажешь. Где-то 0,4-0,5 примерно. Дальнейшее действие следующее. Сюда делаю кольцо из вот этой медной трубы. И в нее нужно варить либо впаять высокотемпературной пайкой серебром, например, вот эти трубочки. Также нужно еще позаботиться о том, чтобы была система подачи газа. Систему подачи газа, думаю, сделаю аналогично. Чтобы подавалась во все отверстия. Чтобы можно было полноценно испытывать и на газу, и на керосине. А также сделаю отдельную подачу масла. Чтобы все можно было по-раздельному запускать и экспериментировать. Труба легко гнется. Этот конец нужно будет заплавить. Отмечаю отверстия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Здесь нужно будет маленькие отверстия под трубочки просверлить, но только с обратной стороны. Медь сверлить не так просто, как хотелось бы. Но на сверлилке можно это дело контролировать. И даже тоненьким сверлом, сверло 0,7 миллиметров, делаем вот такие отверстия микроскопические. Вот они маленькие отверстия. Сейчас буду пробовать впаивать сюда трубки. Есть у меня такой вот чудесный серебряный высокотемпературный припой. Посмотрим, как получится. Давно я не паял. И горелка у меня нестабильная, потому что пропан без редуктора. Одну уже припаял, потренировался. Теперь буду паять вторую. Делаю вот такое вот закругление. Вставляю трубочку вот так вот. И можно опаивать. Есть контакт. Видно, что пропаялась весьма неплохо. Серебром паять очень приятно. Оно быстро растекается. Держит очень крепко, не трескается. Таким же макаром делаю остальные трубочки. Ну вот, друзья, вроде бы все получилось. Сейчас я их под выровню и попробуем протестировать. Потому что нам важно знать, осталось ли здесь проходимость. Сейчас я ее подключу к газу и можно будет зажечь факелок. Прочистил струной все отверстия и подключил к баллону. Итак, первое огненное испытание. Как видим, более-менее равномерно все горит. Нужно еще подпочистить. Возможно станет еще равномерней. Ну вот, на малом, скажем так, газе. И набалтываем. Красота какая. Обрезал трубочки. Они такие длинные не нужны. Можно теперь вставить, посмотреть, как оно здесь себя чувствует. Трубки должны касаться стенок испарительных. Потому что когда жидкое топливо пойдет, оно должно сначала на стенки попадать. Стенки будут разогреваться и испарять это жидкое топливо. В общем, как-то так это все пока что выглядит. Нужно придумать, где сделать выход. Есть два варианта. Один в корпусе, один вот здесь сверлить отверстие и высовывать. Чтобы не заморачиваться, можно здесь выхода сделать для всего. Для масла, для газа и для керосина. Сделал паз в этой детали для того, чтобы обеспечить подачу масла на подшипник. В моем заводском варианте, на который я ориентируюсь, здесь две трубки подачи масла. Вот одна в эту сторону подшипника. Вот вторая. Здесь должен воздух проходить, уносить капли топлива с маслом и смазывать вот этот подшипник. У меня же будет подшипник смазываться с этой стороны. Вот сюда. Сквозь две вот этих детали трубка подает масло на этот подшипник. И смазка должна пролетать и смазывать оба подшипника. Я так понял, что очень часто практикуется такая идея. Сделал бормашинкой паз под трубку. И вот что получается. Подшипник вот он. Должно по идее на середину шариков попадать. Здесь пока стоит другой подшипник. Пока я просто собираю, я нормальные подшипники рабочие не ставлю. И вот так все это дело зажимается. Все должно там прочно потом держаться. Оно расплющивается и никуда трубка не денется, не сместится. Так как я буду масло отдельно подавать, либо там уже в магистраль буду устраивать, можно будет регулировать процентное соотношение. Ну а пока нужно обеспечить выход этой трубочки сквозь спрямляющий аппарат. Трубочка весьма мощная, хоть и тоненькая внутри. Поэтому решил так и оставить. Решил не утолщать ее. Сделал отверстие для подвода. Вот так она вставляется сквозь лопатки спрямляющего. И нужно ее вот туда засунуть в это отверстие. Как-то нужно будет пропихивать ее. Ну все, трубка на месте. Когда я прижму вот этой деталью, она здесь подрасплющится, примет свое положение. И ни при каких условиях она не сможет сместиться. Потому что это крайне нежелательно. И масло будет поступать точно на шарики. Масляная система фактически готова. Возможно штуцерок нужно будет сделать, но это уже после обтекателя уже будут крайние операции. Теперь было бы неплохо промыть эту трубочку и заодно проверить ее на проходимость. Подключил кабель с жиркой. Спасибо Михаилу Нефёдову за эти баллоны. Постоянно пользуюсь, Михаил. Очень классная вещь. Проверяем. Как видим, все проходит и довольно таки неплохо. Заодно и промыл. Так хорошо прошла промывка масляной трубки, что решил и вот эту систему тоже продуть-промыть. Так, ключ на старт, погнали. Ух! Ничего себе! Красота какая! Фонтан целый. Трубку с коллектором закрепил на французский хомут из нихромовой проволоки. Нужно только сделать отрезанту. Хоп! Все. Неплохо держится теперь. Приходится буравить кучу дополнительных отверстий. Вот здесь еще просверлил. Здесь сделал выемку. Потому что вот это уже не спасает. Это не страшно. Крепление все равно за резьбу получается. Все подогнал. Теперь все отлично заходит. Отлично становится. Все можно здесь прикручивать. Здесь все соосно. Торчит трубочка подачи топлива. Теперь нужно сделать вторую систему. Здесь у меня есть два варианта. Вообще для подачи газа. Газ нужен для разогрева вот этой вот жаровой трубы, чтобы потом керосин воспламенялся. Так вот для подачи газа делают простейшее раздвоение 2 трубочки. Мне хочется сделать полноценную систему подачи газа, чтобы можно было в принципе и на газу запускать. Можно использовать вот эту трубку капиллярную. У нее диаметр побольше и должно больше проходить. Наверное так я и сделаю. Там место в принципе прилично. Мешать ничего не будет. Так что можно смело делать. Вторым рядом сделаю еще один коллектор. Технология этого коллектора будет немножко другая. Попробую сварить трубу в стык. Сразу просверлил отверстие. А сбоку вварю уже вот эту трубу потоньше для подачи. Получилось вот что. Сейчас буду вваривать трубки сюда и делать коллектор. Пока делал точками вот здесь, отлично получалось. Но были кратера. Я не был уверен в герметичности. Начал обваривать. Немного провалился металл. Очень быстро нужно здесь оперативно работать. Толщина где-то 0,5 миллиметра. Промывание. И поджигание. Все трубки горят. Вроде бы все. Отлично. Можно жидкоча поддать. О! О! А ну-ка, смотрим подальше. Жидкоча. Тушим. Все. Проверку боем прошло. Когда свет выключается, можно пользоваться как люстра. А ну-ка посмотрим, как освещает. Так что делаю сейчас отверстие. Все собираю. И системы питания, можно сказать, уже полностью будут готовы. Останется, конечно, там подсвечку сделать дополнительно. Но это уже вместе с кожухом буду делать. Итак, друзья, система питания полностью готова. Пару слов о доработках, которые пришлось произвести. Как вы понимаете, я решил делать выход сквозь вот эту деталь. Поэтому пришлось просверлить три дополнительных отверстия. Вот раз, два и три, через которые проходят эти штуцера. Их можно будет засиликонить, загерметизировать на герметик. Также пришлось сделать выходы сквозь вот эту деталь. Также три отверстия просверлены. И сквозь вот эту деталь. Вот они, дополнительные отверстия. Сейчас мы по традиции все соберем и посмотрим, как оно выглядит. Все, что хотел сделать за сегодняшний день, сделал. Я, честно говоря, побаивался вот этого дела. Делать систему питания. Но в принципе все хорошо пошло. И быстро сделалось. В общем-то на этом все, дорогие друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Поделитесь репостом в соцсетях. У меня на этом все. Всех благодарю за внимание. Ждем запусков и всем пока. Стендовые испытания на огонь. Загорелся, кажется. Горит, работает, не? Поехали. 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 Поехали.